Музыка Установили магнитолу от компании Litran на андроиде на автомобиль Volkswagen Polo Sedan 5 поколения. Магнитола, она идет из бюджетного сегмента и стоит всего 13 900, но несмотря на это, на свою цену, она обладает хорошими характеристиками, а именно, она идет на восьмом андроиде, идет четырехъядерным процессором и двумя гигабайтами оперативной памяти, что на сегодняшний день считается достойным вариантом. Как мы видим, магнитола сама на ней зависает и идет отзывчиво. Есть Play Market, так как это устройство на андроиде, с Play Market мы можем скачивать абсолютно любые приложения, которые доступны для андроид систем. Для этого нам необходимо зайти в настройки. Зайти в Wi-Fi, найти свою точку доступа, ввести пароль и, соответственно, у нас уже есть доступ к самому интернету. Затем мы можем авторизоваться в системе Google и уже скачивать приложения, которые нам будут доступны. Интернет на магнитолу можем раздать несколькими способами. Самый популярный из них, это можем докупить переносной модем, соответственно, можем подключить его по USB, который у нас выведен в бардачок, либо же можем с помощью телефона раздать точку доступа Wi-Fi и, соответственно, подключиться. К телефону мы можем еще подключить с помощью Bluetooth, делать путем кнопки, которая выведена на панели BT, либо же через само приложение. Соответственно, мы находим в списке доступных устройств ваше устройство, сопрягаемся к нему и к нам уже будет доступна телефонная книга. И также исходящие и входящие звонки. Набор телефона мы можем осуществлять уже с самой магнитолой, то есть для этого нет необходимости доставать телефон из кармана. Кнопочка MOD отвечает за переключение режимов, то есть Bluetooth, радио, AUX. Также можем видеоролики просматривать с флешики, либо еще с каких-либо устройств. Кнопочка NAVI, она запрограммирована под навигацию, то есть мы можем в настройках запрограммировать под любую навигацию, то есть которую вы можете скачать с Play Market. В данном случае здесь стоит стандартная навигация от компании LITRAN. Для этого нам необходимо подключиться к сети. Кнопок на руле у нас нет, но даже если бы они были, магнитола все равно поддерживает кнопки на руле. Поэтому если у вас есть кнопки на руле, можете смело покупать эту магнитолу. Магнитола обладает хорошим качеством звучания. Рядиостанции мы можем переключать и сохранять в виде пресетов. Также нам доступен широкополосный эквалайзер, где вы можете каждую частоту настраивать под свой вкус. И также можете баланс, сделать акцент на задней динамике, либо передней. Вот, собственно говоря, вот такая вот магнитола у нас. Тут есть предустановленные приложения, вот, например, Spotify, где вы можете слушать музыку. Кстати, рекомендую это приложение. Навигацией можете пользоваться как с помощью интернета, так и можете загрузить оффлайн-карты. Для загрузки оффлайн-карт вам необходимо зайти в само приложение, зайти в настройки и загрузить эти самые оффлайн-карты. На магнитолу также установили Яндекс.Навигатор, который всем известный. Соответственно, оно может работать как с интернетом, так и без интернета. Чтобы без интернета, это вы можете загрузить оффлайн-карты, которые можно сделать с помощью меню настроек. Вот, и у вас будет навигация работать без интернета, соответственно. Но следует иметь в виду то, что пробки и камера он не будет без интернета показывать. Поэтому, если для вас принципиально, чтобы с пробками, чтобы показывали пробки и вашу скорость движения, то вам необходимо нужно будет раздавать интернет на устройство. Вот такой был короткий обзор у нас, друзья.